Библейский портал экзегет.ру представляет Южный Иудею, и Михей, мы говорили, обращает особое внимание именно на социальную сторону, на то, что невозможно договориться с Богом, если ты при этом оскорбляешь, обижаешь ближнего, и прежде всего он говорит о богачах, которые отнимают имущество, которые угнетают бедняков. И при этом в четвертой главе появляется новая тема, которая во второй части книги Михея будет, пожалуй, доминировать, вот мы, собственно, и подходим к этой части. «Но будет в последние дни, гора Господнего храма утвердится во главе всех гор, вознесется над вершинами и потекут к ней народы, отправится множество народов в путь, скажут, пойдем, зайдем на гору Господню, к храму Бога Иаковлева, чтобы научила нас своим путям, чтобы ступали мы по его дорогам». То есть здесь речь идет о том, что, в общем, довольно часто бывает в пророческих книгах, и что довольно часто появляется как раз после истории о наказании Израиля. Вот Израиль призван стать, как народ, полигоном отношений Бога и человечества, призван стать центром, в котором человечество понимает, как может встречаться с Богом, пусть даже еще большинство человечества языческое, и оно совершенно ничем этим не интересуется, ничего этого не знает. Соответственно, когда Израиль, все-таки преодолев вот эти все свои слабости и даже, может быть, очень дорогой ценой, ценой изгнания, ценой разрушения, ценой разорения теряет вот это свое язычество, которое ему мешает быть тем, чем он призван быть, то другие народы к нему так или иначе приходят. И вот здесь Михей может быть яснее, чем кто-либо еще из пророков, показывает смысл вот этого собирания человечества вокруг Иерусалима, вокруг Сиона, как горы Господней, как место, где человечество пытается подняться к Богу, и Бог, наоборот, спускается к человечеству. Ибо с Сиона придет учение, слово Господне из Иерусалима. Учение или закон, по-еврейски Тура, это, в общем, одно и то же слово, которое образовано от глагола учить, но при этом оно может обозначать и закон, как совокупность правил. Рассудит народы меж собой Господь, споры могучих дальних народов решит, и перекуют они мечи на плуге, копья на садовые ножи. Ну или в старых переводах, а я сейчас читаю свой, мечи на орала, просто никто не знает, что такое орала. Это есть, кстати, у пророка Исаии, на которого мехи очень похож, и вполне вероятно, что они из одного круга. Не поднимут народы друг на друга меча, и они будут уже учиться воевать. Ну, сначала немножко о том, как это, собственно, перековывать мечи на плуге, на лемехе плуга. Ну, меч все себя представляют, лемех плугу гораздо хуже мы себе представляем, но он, в общем-то, похож на меч, только он слегка изогнут. И то же самое копье, да, оно небольшое в сравнении с мечом. Есть садовые ножи, такие изогнутые, которые сегодня тоже используют для того, чтобы обрезать какие-то верхние ветки. Очень удобно из копья сделать садовый нож, потому что копье тоже на длинной палке, да, и нужно всего лишь отнести это к кузнецу, чтобы он немножко изменил форму, потому что железо было дорогим, и выбрасывать ненужный меч или выбрасывать ненужное копье никто не стал бы, этот металл бы использовали. И это, конечно, образ того, как орудие убийства становится орудием труда, созидания, орудием роста, орудием того, чтобы, что может прокормить. И дальше сядет каждый под своей виноградной лозой, под смоковницей своей некого будет бояться. Лоза и смоковница – два таких идеальных растения в Древнем Израиле, на Ближнем Востоке, соответственно, вино и смоквы. Смоквы – очень вкусные фрукты, инжир мы их обычно называем, хотя есть свое славянское слово, не знаю, зачем нам тюркское заимствование инжир. И лоза – то, что дает вино, и смоковница – то, что дает смоквы. Два, может быть, самых ценных продукта. Еще оливковое дерево надо было бы добавить, но оливковое дерево, оно, может быть, не такое живописное смоковница, это очень раскидистое дерево, под ней действительно удобно сидеть. А виноградная лоза – очень красивое растение, пусть не раскидистое, но вот под ними приятно присесть. И каждый под своим. Вот такой идеальный век мира – это век индивидуализма. Когда ни империи, ни государства, ни партии, ни конфессии, а каждый вот в своем каком-то маленьком уголке, и ему хорошо, и он дружит с остальными. Вот идеал, который предлагают для человечества пророческие книги. И дальше «Пусть живут все народы во имя своих богов, а мы будем жить во имя Господа, нашего Бога, вовеки, навсегда». Вот, собственно, никого не проклиная, никого ничего не завязывая. Ну, хотят быть язычниками, пусть будут, но мы другие. В тот день, вот в этот день, когда перестанут учиться воевать, когда сядут под лозой смоковницы, пророчество Господа «Соберу тех, кто был хром, верну тех, кого я прогнал, соединю тех, на кого навел беду». Видимо, как раз вот эти самые изгнанники, пленники, те, кто был изгнан, те, чей дом был разрушен, вот они собираются снова, и другие народы оказываются вместе с ними. «Хромых я сделаю остатком своим, изгнанных могучим народом, и будет царствовать над ними Господь на Сионской горе отныне и вовеки». Тут небольшое отступление, Иерусалим был изначально же не израильским городом, его Давид захватил у племени Иусеев. И там, кстати, когда он его захватывал, какая-то там не очень понятная фраза, но кажется, они, издеваясь, говорили, хромые и слепые могут защитить эту крепость от Давида. И вот после того, как они так говорили, в Иерусалим не допускались хромые и слепые. То есть, ну, еще в этом, наверное, такой смысл, что священное пространство, туда должно приходить все самое лучшее. Да, они должны быть увечные служители Бога, они не должны там приносить каких-то барашков, которые тоже увечны. Все только здоровое и целое. И вот здесь Господь говорит, я хромых сделаю своим остатком. Остаток – очень важный пророческий термин, который обозначает, когда все погибло, все разрушено, сохраняется что-то маленькое, но очень ценный остаток. И вот хромые, те, кто вообще не имел права туда войти, станут остатком. Это история, по сути, исцеления. История того, что те, кто даже не мог помыслить о том, чтобы войти в святилище, становятся самым главным в этом святилище. И вот это исцеление связано с тем, что будет сказано дальше. Но не сразу. Это будет в пятой главе, в другой раз ее прочитаем. Следующий. Итак, хромых я сделаю остатком своим, изгнанных могучим народом, и будет царствовать над ними Господь на Сионской горе отныне и вовеки. К тебе, о башня, среди стад, придет к тебе высота дочери Сиона, вернется прежнее владычество. Вот это все про Иерусалим. Башня среди стад, дочь Сиона, Сион гора, главный на которой храм. Царство к дочери Иерусалима. Что же ты теперь криком кричишь? Не стало у тебя царя? Погиб советник твой. Охватили муки тебя, как при родах, страдай в схватках, дочь Сиона, как при родах ты из города выйдешь. Вот страдания, которые они все переживают, испытывают, это страдания женщины в родах, которое, конечно, неприятное, но которое порождает некое новое начало. Будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона, ждет там тебя избавление, избавит себя Господь от руки врагов. Ну вот пророчество о Вавилонском плене, и оказывается, что ничего хорошего в этом плену, конечно, нет. Оказывается, что сам этот плен – это родовые муки. Это рождение нового народа Божьего. Он остается старым, но в нем появляется что-то совершенно новое. И вот здесь вся эта история, в том числе ее катастрофы, ее неудачи, наказания, которые приходят от Бога, понимаются не как череда случайностей, даже не как череда наказаний. В смысле, вот сделал плохо – получил, еще сделал плохо – еще получил. А как такая сложная работа по творению нового, по возникновению чего-то такого, чего не было в этом народе, но что обязательно должно в нем быть. И там в конечном итоге Господь избавит. «Но теперь собрались на тебя многие народы. Они говорят, осквернена, насмотримся мы на Сион». То есть с таким презрением она осквернена, ну вот теми самыми пороками, о которых в первых главах шла речь, особенно во второй и третий. Но не знают они замысла Господня, не понимают мысли его. Он собрал их, как снопы на гумно. Снопы, то есть срезают колосси, их связывают в такие связки. Это и есть снопы, их приносят на гумно, на место, где их обмолачивают, чтобы из колосси выбить, соответственно, зерна. Встань, молоти, дочь Сиона. То есть разбей их, выбей из них эти самые зерна. Но разбей, не уничтожь, а выдели то ценное, что в них есть. Вот это самое зерно урожая. Дам тебе железные рога, дам медные копыта. Дело в том, что на обмолоте зерна очень часто использовали скот, осликов или бычков. То есть они возили по этому рассыпанному зерну такую тяжелую штуку, которая вылущивала из колосси в зерна. И, до сих пор, она, соответственно, здесь такая телка, которая занимается этим обмолотом. Но она при этом с железными и медными рогами и копытами. То есть, ну, что-то такое, что превосходит естественную способность, естественные силы. Вот Господь дает какие-то совершенно необычные возможности. Перемей лишь множество народов. Будет Господу посвящена их прибыль, их богатство владыки всей земли. То есть это не просто военная победа, можно понять и так, но это способ собрать урожай. Вот с чего начинается эта глава. Все народы приходят на Сион, все народы приходят в Иерусалим. И дочь Сиона, вот этот самый Иерусалим, собирает с них урожай, чтобы принести его Богу. Вот пророчество действительно о той роли, которую Израиль должен сыграть, и которую он сыграет на самом деле в мировой истории. Ну, а пока что ассирийское нашествие, это все дальнее будущее. Пока все довольно плохо. Собирая свои войска, военный лют, обложили нас осадой, тростью бьют по щеке судью Израиля. Судью того, кто должен установить справедливость. И вот это все цель, это все дальний глубокий смысл. Сейчас война. И обратим внимание, что в этих военных бедствиях он говорит не о победе, которая будет сейчас. Не призывает какой-то военной кампании, там стойкости, твердости сейчас, хотя почему бы нет. А говорит о неком высшем смысле существования народа. Вот это всегда разное. То, что сейчас текущее, и то великое, что может даже в чем-то его превосходить, ему противоречить. Потому что ты пойдешь в изгнание, говорит он дочери Сиона, тебе нужно родить, вот как рожает женщина в муках, тебе предстоит страдать. Но это не значит, что все бессмысленно. Вот главный может быть урок четвертой главы пророка Михея. Продолжение следует...